Девушки отдыхают Смертей в нашем регионе На водоемах Мы с тобой поднимали Тему позавчера в программе Дневной разворот Было предложение временно исполняющего обязанности Главы региона О том, чтобы главы муниципалитетов Лично отвечали за эти трагедии Говорили мы об этом 12 июля 12 июля у нас было трое погибших По региону, а вчера пять погибших Сколько? Пять Пять утонувших за вчерашний день В нашей области В Орловском районе утонули разом Три молодых человека 21-22-летний Как сообщило управление МВД Ребята окончили вуз в Кирове Они из Коми И вот перед тем, как возвращаться на родину Решили искупаться И разом трое утонули Это я к чему? Это я к тому, что давайте все-таки Отдавать себе отчет Что происходит И отправляясь на водоем На реку, на озеро Или пруд Давайте все-таки стараться Не допускать Таких последствий Мне это очень печально Пять человек за сутки Погибших на водоемах Боже, что происходит? Что происходит? Происходит жара Ну, будем надеяться на то, что Погода может быть Станет чуть более прохладной И люди не так активно будут Использовать водоемы Но еще раз Если вы сами о себе не подумаете Или о своих детях Нет никакой гарантии К сожалению, большому Увы Давайте будем надеяться Что ситуация изменится В лучшую сторону Ну, а теперь переходим к теме Которую мы анонсировали В первом части Накануне Терруправление по Первомайскому району Напомнило Кировчанам Садоводам Об ответственности За выращивание Наркосодержащих растений Посев и культивирование Этих самых культур Является уголовно наказуемым В том числе деянием И там существенные Штрафы И реальный уголовный срок Предусмотрен за эти вещи Как ситуация обстоит Обстоит сейчас Мы знаем, что Полиция уделяет этим вопросам Каждое лето Каждую весну и осень Особое-особое внимание Проходят рейды Выявляется немало таких случаев Вот я посмотрел статистику За прошлый год В августе Наше управление МВД Отчитывалось о том Что более 500 Было найдено запрещенных растений Ну и собственно Что с ними произошло Все прекрасно понимаем Что их надо уничтожать Итак На связи с нами Елена Вожигова Уполномоченный По особо важным делам Управления по контролю За оборотом наркотиков У МВД России По Кировской области Елена Александровна Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Да и мы вчера Когда говорили С Еленой Александровной Я все пыталась понять Вот все-таки Культивирование Такое слово Которое Ну как-то С современными Нашими садоводами У которых там Один-два Растения Затесались где-то Самосевом Не очень вяжется А оказывается Что культивирование Вот это и поливка клумбы И прополка Вот этой клумбы То есть не обязательно Этого растения Конечно Серьезно И за все За это могут наказать Конечно На самом деле Этот вопрос Остро стоит И в Кировской области И в Российской Федерации Дело в том Что люди Которые ухаживают За красивыми Казалось бы Растениями Которым нравится Как они выглядят Они даже не понимают Какую ответственность Они понесут За то Что на их Огородных участках Произрастает МАК Многим кажется Что это Безобидно Ну он же На самом деле Красивый Да То есть А некоторые выращивают Кстати говоря Для выпечки Там один-два Вот этих вот растений Там Десять И собирают Потом Да-да-да И делают Это напрасно Совершенно Потому что Легче купить Наверное Хозяйкам В магазине Готовые семена И уже посыпать Ими Чем выращивать И потом Нести за это Ответственность Давайте мы будем Говорить о том Что ответственность Законодательствам Предусмотрена Как административная Так и уголовная В зависимости От того Сколько Кустов Выращивается И давайте Мы разграничим Понятия Есть дикорастущие Наркотические Растения Которые содержат Наркотические Средства И есть те Которые Выращиваются Культивируются Что такое Культивация Значит Это деятельность Связанная С созданием Специальных Условий Для посева Выращивание Совершенствование Технологии Выращивания То есть Если на вашей Грядке Лука Произрастает Одно растение Мака И вы его Не выдергиваете Ну вы ухаживаете За луком Понятно Да Вы полите Пропалываете Поливаете Мак Конечно И при этом Мак не выдергиваете Есть факт Того Что вы Культивируете А что будет Грозить Елена Александровна В этом случае Ну то есть Вот у тебя Один Пять Десять За то что ты Не вывернул Градация Это когда Начинается Тяжесть Ответственности Да Значит Законодательно Уже сказала Предусмотренная Уголовная И административная Ответственность Да Вплоть До лишения Свободы До восьми лет Многие Спрашивают Есть ли допустимые Нормы по выращиванию Нет Можно на участке Пять Маков Растить Например Или там Десять Или два Однозначный ответ Нет Однозначный ответ Нет Даже если в огороде Будет расти Один куст То Владелец Участка Заплатит За него Солидный Страф Если это будет Доказано Что Он его Действительно Культивировал Он не где-то Там Вне дома Растет На задворках Где-то Да То есть Вот если на грядке И видишь ты Что у тебя растет Мак На грядке И при этом Грядку поливаешь То все Значит Если Владелец Земельного участка Увидел Что произрастает Мак Немедленно Мы советуем Немедленно Его уничтожить Значит Отвечать В рамках Уголовной ответственности Придется В случае Если на участке Растет больше Десяти кустов А Ну это не очень много Кстати То есть Вот если Самосевом И ты не следишь То вполне себе Могут найти Могут найти Теми где-нибудь Если участок Большой Десять Больше Элементарно Все произойдет Хотела бы Еще уточнить Что если Меньше Десяти кустов То грозит Административная Ответственность По статье Десять Точка Пять Точка Один Там у нас Предусмотрены Штрафы От трех До пяти Тысяч Рублей Согласитесь Для пенсионеров Которые выращивают На своих Земельных Участках Мак Это Достаточно Весомая Сумма Ну это Даже не для Пенсионера Очень весомая Сумма Всегда найдется Куда потратить Три или пять Тысяч Рублей И по сообщениям МВД мы знаем Что есть конкретные Примеры Когда действительно Эти штрафы Налагаются Люди Должны платить Елена Александровна А как вообще Этих людей Выявляют Ну то есть Вот люди Например На приусадебных Участках Часто говорят Что Ну как Никто никогда Не приходит Не найдут Как найдут Это рейды Какие-то Бывают Или как Да У нас Проходят рейды У нас Ежегодно Проводится Профилактическая Операция МАК Направленная На выявление Ликвидации Таких незаконных Посевов Обычно Она проходит В два этапа В этом году Тоже Она стартует 25 июля То есть Вот уже Полиция Да 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 Выявляются Такие факты Кроме этого Каждый Житель области Может Занести Вклад В борьбу С наркоманией Да Если Известны Такие Факты Вот Я обращаюсь К слушателям Сейчас То Нужно Незамедлительно Обратиться По телефону 02 Или по телефону Доверие 5 8 9 7 7 7 О Вот О фактах Незакон Спасев И дикорастущих Очагах Да Елена Александровна Сразу вот Уточните Я хочу Если у вас Плохие отношения С соседом По даче И вы там Спорите Где Проходит граница Вашего земельного Участка Не надо Пользоваться Вот этим Предложением Сейчас Да То есть Не надо Счеты сводить Таким образом Действительно Если вы знаете Что кто-то Выращивает С какими-то Нехорошими Целями Тогда Сообщайте А вот Так Так Лучше Нет Безусловно Да Безусловно Еще хотелось бы Знаете Что отметить Зачастую Маркопотребители Могут Забрасывать Семена Тоже На чужие Участки Как это Вот Ну Сеять На чужие Участки И потом Ходить И собирать Выросшие Растения Участков Поэтому Будьте Бдительны Вот Обращаюсь К слушателям Потому что Это очень важно Как только Обнаруживать Растение Мака Пожалуйста Его нужно Уничтожить Прям есть Такие примеры Когда брали Этих Злоумышленников И они Действительно Сообщали о том Что они Специально Закинули Семена То есть Такое Да Такое Случается В Кировской области Вот Сейчас Не обладают Такой информацией Как В каком году Это было Но было Но такой случай Да Да Я еще просто Вот сейчас Подумала о том Что в большинстве Наверное Садовых товариществ Есть такие Участки Полузаброшенные Их много Везде Я знаю Что сады В районе Ленгасова Например Дорончи Есть вот эти Участки Где хозяева Пенсионеры Например Умерли Детям Не нужно Дети вообще Не в Кирове Живут Они не продали Если посмотреть Объявления О продаже Участков Их вообще И сотни Сотни заброшенных Не возделывая Вот эти Заброшенные участки Вы как-то Просматриваете Осматриваете Или нет В рамках операции Да Прослеживается Если Обнаружено Дикорастущее Растение То Сотрудниками Выписывается Предписание Хозяину Например Да Или Тому Кто За этим Скажем так Участком Присматривает Ответственное Лицо Выписывается Предписание И Незамедлительно Вот этот Человек Должен Согласно Предписанию Уничтожить Растение И если Это требование Значит Человеком Получено То И он Не предпринял Меры То предусмотрена Также административная Ответственность Это уже Статья 10.5 Коап За неприятие Землевой Дельцем Мер И штраф До 4 тысяч Рублей В общем Это внимание Тем Кто не содержит Свои участки Ну вот У кого Они есть Например Ты приезжаешь Раз в год Туда Посмотреть Все ли в порядке Вот Пожалуйста Сейчас Съездите И проверите Кто может Ну то есть У садоводов У людей Ответственных Добросовестных Есть реальная Возможность Избежать ответственности Если Ну вот По недосмотру Что-то там У него выросло Но если он Исполнил Это предписание Уничтожил Вывернул То все Вопросов К человеку Не будет А кстати Много ли таких Кто не выполняет Эти предписания Нет Выполняют Обычно Те люди Которым Это требование Предъявляется Зачастую Ну Практически Во всех случаях Уничтожают растение Прямо на глазах У сотрудников Что значит Уничтожить растение Для садовода Это просто Вывернуть его И положить Куда-то Или обязательно Нужно сжечь Или нужно сжечь его Или выбросить Куда-то Желательно Выкорчевать И сжечь И сжечь Понятно Чтобы не увезти никуда Семена Чтобы они где-то не посеялись Я вчера Когда мы разговаривали С Еленой Вожиговой Вспомнила историю Правда Вот я с этим столкнулась Первый раз В прошлом году Точнее мы столкнулись У нас тоже сад В старых садовых товариществах Где много таких Маленьких участков И в прошлом году К нам на участок Ночью Пришли молодые люди И у нас там Вот этот Самосевом Который рос Их видел наша соседка Они зашли на участок Где-то часа в 3-4 ночь Лето Светло И они нашли Вот этот вот мак Я не знаю Как уж они его присмотрели Они может быть Просто шли По участкам Смотрели Где что есть И они его вырвали И забрали с собой И это просто Вот сейчас Внимание просто детям У кого пенсионеры Родители например Ночуют на дачах Неизвестно В каком состоянии Вообще были эти люди Что это за люди Которые охотятся Замаковыми посадками На чужих участках Вот Очень может быть так Что там Ваши пожилые родители Не захотят встретиться Ночью Вот с такими людьми Поэтому Тоже обратите на это Внимание Наверное Елена Александровна Ну а если в общем и целом Оценить ситуацию Вот с данным направлением В нашем регионе Она традиционно Ну более спокойная По сравнению С южными субъектами Да Конечно У нас каких-то таких Массовых Целенамеренных Выращиваний Этих растений Нет Почему же Были случаи Например В прошлом году Вот как раз Когда была проведена Эта операция МАК В поселке Даровской Сотрудниками полиции Изъяты 109 кустов Нарко содержащего растения МАК Он Произрастал На усаденном Участке Принадлежащем Жительнице Этого населенного Пункта Жительница Знала о том Что это Нарко содержащие Растения Выращивала И Культивировала Его Вот Поэтому Тогда было Возбуждено Уголовное дело По 231 Статье Уголовного Кодекса Поэтому Она привлечена К ответственности К сожалению Я сейчас Не могу сказать Ну это судебное решение Да Ну понятно Да Там следить надо было Ну в общем Человек Все таки Вот Уголовное Преследование Ну судя по новостям Если у нас в регионе Что-то выращивается Запрещенное И целенаправленно Выращивается Как правило Эти люди Они Ну Пытаются Замаскировать Это все Завуалировать Я вот помню Там Было сообщение О мужчине Из Куменского По-моему района Там прям Теплица была Сооружена В общем Закрытая от глаз И так сразу Не поймешь Помидоры там Или что-то другое Растет Да Ну на самом деле Это так Никто не хочет Лишиться свободы Но все хотят Легших денег Понятно Спасибо большое Да Да Я хотела бы Напоследок Сказать о том Что Незнание закона Не освобождает От ответственности И наш разговор Сегодняшний На самом деле Очень важен Я хочу Чтобы жители Нашей области И нашего города Услышали Нас И Преприняли Все меры Для того Чтобы Наркосодержащие растения На территории области Не выраживали Не выраживали Не выраживались Спасибо Елена Вожикова С нами на связи была Оперуполномоченная По особо важным делам Управления по контролю За оборотом наркотиков У МВД России По Кировской области Напоследок Вот сейчас Под конец разговора С Еленой Александровной Вспомнил случай По-моему в прошлом году Я читал Не помню О каком регионе Шла речь Напряженные отношения Между тещем и зятем Были Ага Тещей и зятем Так А у тещи В саду Росло 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 С декоративными целями Да Вот зять Настучал Что называется На тещу Чтобы насолить Но она По-моему Там было написано Что она уничтожила И вот серьезной ответственности Не понесла Предписание Вот видите Какие человеческие ситуации Не ну на самом деле Это бывает Чтобы насолить Там определенного человека Очень хочется Чтобы конфликты Между соседями Они в такое не выливались Вот А те у кого Вдруг случайно Где-то там Затесалось на участке Пожалуйста Вот Хотя бы на начало Операции Мак успеете Это убрать Ладно Сейчас у нас Такой необычный Может быть даже Странный переход Будет Мы сейчас В ботанический сад Отправимся Да Собственно Место Где тоже Всего интересного Хорошего Удивительного Растет Руководитель музея Венгу Кстати спросим В советское время В Кировской области Как боролись с маком Боролись вообще С произрастанием мака Ну во-первых Здравствуйте Евгений Альбертович Добрый день Я всех приветствую Поближе к микрофону Немножко Ну ничего Живем Работаем Нормально Не было ничего У нас Я жил Напротив Сельхозакадемии Сельхозинститута Тогда Хрущев и были У нас во дворе были Цветущие клумбы Летали пчелы Бабочки Там сидели Пенсионеры НСМХ Эхима Этот произрастал А то и мы В детстве Я помню Срывали эти Сейчас давайте только Без пропаганды Евгений Альбертович А там вдруг что Не с точки зрения Там чего-то А потому что Это была еда Нет Ели все И стручки Этой самой Акации Было дело Еще еще что-то А уж горбушечку Хлеба-то За пять копеек Вот эту четвертиночку Потом говорили Что там есть Специальные сорта Вредные А есть нормальные Декоративные Вот Может у вас Декоративный У вас декоративный Рост Ну вот саду Вот я походил Вроде не заметил Ну Его там в принципе Придут в рейд Приглашаю Всех сотрудников Это Это учреждение А то сейчас Был в эфире Для них там 110 рублей Билет Пусть придут Посмотрят Нет Мы ручаемся Конечно Ботанический сад Законодательство Соблюдает Тем не менее Пусть просто приходят Я на самом деле Тоже пытаюсь вспомнить Когда это началось Вот я помню Что это где-то Лет наверное С 14 моих Началось То есть это примерно Где-то вот Начало 90-х Где-то вот так Такое пристальное Внимание Да Пристальное внимание Именно к выращиванию На садовых участках Да Может ведь законодательство Менялось в тот момент Не знаю Ну хорошо Давайте переходить К нашей основной теме Разговора с Евгением Альбертовичем Еще раз напоминаю Евгений Питонин Руководитель музея ВИАТГУ Историк-краевед Пока мы не знаем Не про ботанику Да Не про ботанику Это Продолжается в общем Да Реализация всевозможных Идей По тому Чтобы сделать ботанический сад Более привлекательным Для кировчан Чтобы там можно было Интересней Полезней Комфортней Провести время Летний формат Такой Ну все-таки Хотелось бы да Чтобы летом И место у нас для отдыха Душевного отдыха Тоже было В общем Евгений Альбертович Организует в ботаническом саду Вечеринки с граммофоном Это первая была Первая была Восьмого июля Она была Ну вообще ботанический сад Это такое романтическое место Где цветы Вечерние туманы Черное море И Крым даже есть Да Вот там И фонтанчик И все прочее И всегда вот В таком месте Те романтика Музыка Она очень уместно Смотрится И в прежние годы Играл у нас Джаз-мансард Были джазовые вечеринки Жилая была музыка Потом из-за всех этих Эпидемий Пандемий Там и чего-то Это дело Это вот немножко Заглохло И поэтому Сейчас вот снова Все возрождается И я Я посмотрел И думал Чем же я могу Пасать помощь Вот Первую мы сделали Вечеринку С граммофоном То есть я Принес аппаратуру Столетней давности Правда не граммофоны А патефоны Но были Несколько разновидностей Я ручкой заводил Ставил Шелачные пластины И вот того времени Какие-какие-какие Какие пластинки? Шелачные Бьющиеся На 78 оборотов Это вот Граммофонные А вот сам термин щелачный Это что? Да-да-да То есть не винил А вот еще до винила До винил До винилная эпоха Пришел на винил Только мы начали И пошел вначале дождь Вначале умеренный Потом побольше А потом град Потом шторм Я думал все в ужасе разбегутся Но нет Волшебная сила Искусство Все хотя и промокли Залезли в шатер Плотно прижались Согрелись Мужички держали Там шатер такой Держали стой И чтобы не унесло ветром Я ставил пластин И народ Кто приплясывал От чего-то Но там конечно были очень Что за репертуар был? Очень редкие вещи Да Давайте поподробнее об этом поговорим Репертуар Композиции Которые звучали Патефоны старинные Были и бессмертные хиты Типа Риорита Призг и шампанс Вот это начало Это музыка 20-х годов Прошлого века Которые сто лет уже В 10-х и 20-х Когда танго Уже не считалось Неприличным танцем И проникало Всюду И потом У меня вот есть Уникальная пластинка Фирмы Непонтелефон У меня родительница Работала на Сахалине После войны После Одесского института Вот ее отправили Учительствовать на Сахалин И привозили контрабанду Вот контрабанда Это были довоенные пластинки Когда европейский джаз Уже проник в Японию И они очень быстро Вот улавливали эти ритмы Но пели на японском Этот высокий женский вакуум Это было потрясение Вот я даже Сфотографировал лейбл И отправил Известному писателю Который Сейчас живет за границей У него вышел роман Называется Фамилию писателя Я не назову Да почему Почему мы не можем его назвать Ну я отправил У него роман выходил Кто про Японию у нас пишет Просто масса Про жизнь Японии Вот десятые, двадцатые годы И он выходил в аудиоформате Вот было бы замечательно Я не знаю Он успел, не успел Озвучить вот это И мои пластинки Которая может быть Единственная в мире Я обычно ее жалею То есть ей получается Сколько лет-то Пластиночки Больше ста А нет Поменьше То наверное Уж лет восемьдесят Восемьдесят лет С лишним Ага А вот периодичность И ее использование Ее надо аккуратненько Очень редко Я стараюсь ставить ее на радиолу То есть не тяжелый Сниматель граммофона Легонькая вот эта рулическая Чтобы не поцарапать ее Не попортить физически Раз было такое первое шоу То думаю Гулять-то гулять Народ впечатлился Была гавайская гитара Которую кстати Не опознал Я спросил Что за инструмент В смысле гавайская гитара Прям вот натурализированная Или в записи гавайская гитара На пластинке А на пластинке Это все я про пластин И потом Опять же Про Японию Вот у нас Основатель Ботанического сада Полковник Истомин Он участник Русско-японской войны И вот Самое знаменитое Музыкальное наследие Русско-японской войны Это известный вальс Амурская волна Помните И тоже вот Японцам очень понравилась мелодия Японский партет Вот они записали Свой вокал Вот на эти стихи Я тоже ставил Эти амурские волны В общем было В исполнении японских Удалось подобрать Вот что-то Не Там не ширпотребов Там полно Все Лаптищи Народные песни Не-не-не У меня был Все это Эсклюзив у меня был Музыка Одухотворенная Так Вы как-то Вот Когда Выбирали ее здесь Уже знали о том Что будет продолжение Вот этой первой Вот этого первого вечера Проект В принципе Вятга Вот я То есть по четвергам В Ботаническом саду По четвергам сейчас Да Я вот думаю Что проводить уже Виниловые вечерины Вот сегодня Вот я испугался погоды, потому что обещали... Наоборот, многие обрадовались, что наконец-то жара спала. Нет, что обещали. А вы имеете в виду осадки? Я подумал, и тут уже связано с электричеством, но вот учитывая, как мы держали эту палатку, чтобы ее не унесло, и второй раз вот... Да еще и амурские волны, шторм. Мы не елю подождем, ладно, я уж сделаю, если уж хорошая погода, могу и в среду, и в четверг, или даже в пятницу. В общем, эта история будет регулярной, надо следить. Я привезу усилитель, он и ВятГУ там стоит у меня отдельно в аудитории. Шеф-реактор мне обещает уже давно, что специальное помещение выделит под музыкальным студентам, ставить, показывать что такое, винил, что такое, магнитная запись. Я надеюсь, что это сбудется. Ну вот начнем в ботаническом саду. Я думаю, что и виниловые пластин, и многие живем уже. Студенты, которые родились в 21 веке, они ее не видели, не представляют, что значит доставать винил из бумажного конверта, доставать из целлофанового, это не задевать пальцы, ставить, протирать пыль тряпочка и ставить звукосниматель, чтобы он попал именно-именно, не царапая пластинку. Да, да, да. Большой ли выбор, что в перспективе может там зазвучать, Евгений Альбертович? 60-х, 70-х. То есть прям можно по эпохам мрать, да? А у вас направленность какая-то будет? Я, конечно, диджеить не буду, как там обычно вот эти заезжие диджеи приезжают, две вертушки, они что-то ставят, потом еще мода была одновременно, этот винил пальцем взад-вперед, скрэйч, так называемый, да. О, это ужасно портит пассивный, мне кажется. Нет, я вот так диджеить не буду, а я думаю, что просто будет приурочено Татя, например, вот сейчас, да, 22-й год, ну вот посмотрим, что у нас выходило, к примеру, в 72-м году, в золотую эпоху. 50 лет назад, да, например? К примеру, вот замечательный альбом группы Еврохип, Demons and Wizards вышел там, могу вот поставить, пару слов сказать, вот пусть там сторона звучит или там еще что-то, и это вещи, вот я думаю, ну, конечно, и для души потом могу дополнить бонусами. Начнем, начнем, к тому же, вот хотелось бы сейчас, кстати, в начале июля Великолепный концерт, это было 6 часов настоящего, Роуэр Билли, юбилей, имеем в виду, да, это был у нас юбилей Шейеров, приезжал Денис Мажуов, вот, и сейчас и восходящие звезды, это женский портет, дамский портет, это Холли Молли, они поют апеллы, все, вот, например. Это мы о Кировских говорили, да, музыкантах. Я могу устроить вечер, вот был, вот я в свое время знаменитой американской группы, это дам Эндрю Систерс и им подобное, вот, поставить пластин, я когда-то был увлечен этой музыкой, если согласятся, чему мы будем очень рады, то пусть попоют живьем. Да, подождите, это батл такой будет, то есть сначала пластинка, а потом живая музыка? Да, 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 коллаборация, как сейчас принято говорить зачастую. Там народ узнает, вот мы запустим, когда уже какую-то массовость, а массовость, вот, жара спадет сейчас немного, потому что в плюс 30 тоже вот это все тащить, клон и на себе, и прочее. Ну да, физически надо убирать потом, но это мы все сделаем. Вот я думаю, что такого у нас в городе еще не было, хотя у нас есть клуб филофонистов, но это люди... Филофонисты это любители пластинок. Да, 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 есть очень большие... А многочисленный он ли этот клуб, простите? Я даже не знала, что у нас есть клуб филофонистов. Многочисленный ли клуб? Сколько этих людей, которые активно обмениваются, ищут новые какие-то экземпляры? Мы вот собирались несколько раз, но я думаю, что не один десятый, а, наверное, это те, кто еще узнали, кто приходит, у кого на слуху. Вот сейчас вот решается вопрос одной очень хорошей клерсы винила. Я думаю, что она в итоге будет... Ректор Авиат ГУ Валентин Николаевич, насколько я помню, тоже к винилу, мягко говоря, неравнодушен. Любитель к винилу, да, знаток, ценитель, вот поэтому мы пользуемся поддержкой в этом начинании. Винил, ну, тоже, понимаете, вот приходит у меня отпрысок, когда он был, я думал, безнадежно потерянное поколение, он слушал там Сеатр Газа в свое время, слушал этот самый... Сектор Газа многие слушают. Мы через это тоже прошли. Спутер, там, я ему ставил винилом, это, вроде, про скутер вспомнилось, что где-то, говорит, в одном дворе жила одна, говорит, бабка по прозвищу Скутер, а почему? Потому что у нее была внучка Фаина, и она каждый день высовывалась, она и орала... Фаааая! По названию знаменитой композиции проекта Скутера. Прошли годы ему сейчас уже, вот, за 30, и он перешел на винил, он заводится аппаратурой, но в Петербурге, в Петербурге это хорошо, он приехал из Питера, вот, в прошлый раз он взял гитару и великолепно он сыграл Саймона Энд Гарфан, исполнил и спел, вот, ну, это же, это то, что я ставил ему в детстве, вот, запало, это все ушло, весь этот ушел, а вот то, что, то, что я ставил на виниле, оно осталось у человека, в душе, И я очень рад, что это будет продолжение традиции Небольшую рекламную паузу, да, мы сейчас и делаем, напоминаем, что у нас в гостях Евгений Питонин, руководитель музея Вятского госуниверситета, и мы говорим о новом проекте, да, можно так его смело называть, в Ботаническом саду Музыкальная вечера Шести вечера, это будет по четвергам По четвергам, ну, и, да, сразу же скажем, еще раз потом напомним, что всю информацию можно в группе ВКонтакте А возрастное ограничение, Евгений Альбертович, есть у вашего проекта? А там, наверное, само способ... А после рекламы, реклама А, давайте на рекламу Один плюс Один плюс Продолжаем нашу беседу у нас Десять с небольшим минут Евгений Питунин, у нас в студии мы уже на перерыв, назвав неправильные цифры возрастного ограничения, потому что такого возрастного индекса нет Один плюс, поэтому будем... Без ограничения, я думаю, меня сейчас тут в студии клеймили позором, что соотнесли, что шлаком я назвался Ничего подобного не было, я в свое время интервьюировал Юрия Хоя в цирке Юрия Клинских, да Ну, да, у него было произвещено, был интеллигентный человек, на удивление, общение понравилось, вот и я музыку до сих пор иногда могу, у меня даже диск есть там, из колхозной молодежи, Пан Валадин Ильич Ям... Это как-то созвучно, да, в душе Если отойдем, могу и в саду поставить Ну вот то, о чем мы уже успели поговорить, музыка, которой много-много десятков уже лет, она априори рассчитана на людей в возрасте уже таких, которым хотелось бы поностальгировать, вспомнить времена Ну, непредсказуемо, кто-то пройдет, может, пожмет плечами там и пойдет дальше, вот он не улавливает, дело вкуса, а кто-то вот... Слушайте, а это музыка в чирке? Ну, лучше всего, кто, конечно, был знаком, кто в этом варился, кто приходил еще в 70-е годы, вот знаете, был... началось вот где-то в первой половине 70-х, да, все до... 60-е годы, это была эпоха магнитофонов, когда появились доступные магнитофоны, писали там... На магнитной ленте, соответственно Ленте, Высоцкого, там, Галича, Битлз писали там, ну, качества не было, а потом у нас город, много студентов же поступали в Москву, в Питер, везли пластинки, и когда появились первые стереопроигрыватели, вот, началась волна и бум вот этих пластинок, они фирменные стоили, конечно, и в мелодии, там продавали обзовы назы, ну, там временами только были знаменитые вот эти... Официальных советских артистов, да Был вот, если сейчас кто помнит такой скверик, это Карла Марса и... Молодой гвардии? Ну, Трилевского по тем временам, это Спаска, вот, где вход в художественный музей, там был маленький скверик, он в 70-е был уже запущен, был не работающий... Ну, то есть там не было большого вот этого здания художественного музея, а было маленький, маленький вот этот репетский особняк был Маленький скверик был, и на театр Колизея, Колизей же был там еще раньше, да, кинотеатр Есть люди, вот эти первые меломаны вязки, вот они в портфелях, там первые дипломаты стали эти чемоданчики появляться, приносили пластинки, и тогда еще никто там, в принципе, не гонял, там, знаете, были законы, они временами то усугублялись, то дальше. Потом этот сквер как-то ливидировали, он назывался хип-сквер от слова, потому что были люди с большими длинными прическами, это именно хиповый вид, вот, люди собирались, поэтому по местной легенде был хип-сквер, а потом переселились, когда закрыли за филармонию, вот там среди деревьев, там очень неуютное было место, там собирались люди с пластинками, и вот там уже гоняли, там почему-то вдруг... Пластинки-то менялись или продавали? И продавали, и менялись, да. Да, ну стоили, были демократы, то есть это венгры, там, поля, немцы, ГДР, они шли по 25 рублей, фирменные шли там... 25 рублей! А сколько зарплата была тогда средняя? Рубли 150 считалось. Да, обалдеть. Хорошая зарплата. За 25 рублей, по-моему, сапоги можно было. Нет, это еще начальная цена, хорошая пластин, и были 55-70, вот новое там, что-то из популярных раскрученных Deep Purple, там... То есть можно весь год откладывать, потом купить пластин? Например, Реорд бил этот, двойник, две пластин, и альбом Just Cry Superstar, опера Иисус Христос, Суперзвезда, это уже 100 рублей при зарплате, и джинсы за 200 пластин, и вот 40 минут музы, и пластин это сейчас не представить, вот. А потом начали гонять, то есть вот я помню даже... За что именно это гоняли? За то, что это незаконная предпринимательская деятельность, я с современным языком выражаюсь. А потом, это потом уже стали аргументы, не-не, мы меняемся, они-то лояльно, видимо, давали команду ФАС, и вот эти все меломаны, они по гагаринскому... Как проявление буржуазной вот этой действительности. Потом запрещали, вот у меня у приятеля даже изъяли, он вез, съездил в Югославию, 30 рублей, да, меняли на доллар, он упил Красов и Пинк Флойд в стену, двойной альбом. У него на таможне изъяли, там же рисованная задница была, такая мультипликационная, ему сказали порнография, достали две пластинки, а обложку изъяли. А, ну, пластинки-то все-таки привез, да. Пластинки отдали, а потом мы стали запрещать, потому что они попали в перечень, они спели там, Рейган взял Иван Брежнев, там... Ну, там, да, понятно, да. И по разным причинам. В духе холодной войны, да, вот все. А потом переселились еще куда-то, потом было кафе-калейдоскоп, по-моему, на Лепсии, вот там уже цивилизованно приходили, там люди с чемоданами, не с чемоданами портвей, а с чемоданами пластина, и тогда уже всех-всех знали. Там уже редко. И вот я заметил, что люди, которые вот в ту пору пришли, увлеклись, они сохранили им сейчас там за 50, за 60, за 70 лет, они сохранили свое увлечение. Вот один меломан, он даже уехал из Ира, он упил квартиру на спичвавре, чтобы меньше было машин, чтобы не тревожили. Чтобы наслаждаться именно звуками музыки. Вот этой вибрации не было, он скрывал весь пол, засыпал вот там, где у него, засыпал песком, колон и на специальных шипах, усилите ламповые шнуры в руку толщиной, вот два кресла и огромный шкаф во всю стену с пластинками. Ну, это уже... Ну, есть вот грань, да, уже переходят меломаны, которые любят звук, и люди, которым важнее там платиновые эти контакты там... Позолоченные кабели там какие-то... Да, они слушают уже не музыку, а звук, это уже другое. Мы попроще, мы будем ставить в ботаническом... В общем, есть что показать, и есть что дать послушать людям. Я думаю, что не только я, у меня не так уж и много привлечем, и люди, я думаю, что с удовольствием будут приходить. Готовы ли вы, Евгений Альбертович, устраивать обратную связь, общение непосредственно, да, чтобы, ну, не знаю, что-то вроде там по заявкам устраивать, тематические какие-то, да, вечера? Мне создать надо. Мы создали страничку авториатор-клуба сейчас, вот, в Телеграм, и очень полезно, и сейчас я, наверное, вот, подобную страничку тоже вот для меломанов, именно Вениловых, надо, я думаю, назрела необходимость, потому что уже вот это замкнутое сообщество получается, вот, может быть, и люди появятся. Даже вот был у одного деда, вот еще пластин, и он собирал с тех патефонных времен, он для музея отдал такую магниторадиолу романтик, это вот такой почти шкаф, стоящий на полу высотой, вот, ну, ниже плеч мне, наверное, и вот у него стояла стопа пластина от пола метра полтора, хотя пластин и хранятся обычно вертикально, он, ну, видимо, сложил, у него подписано было. Ребром, ну, да, вальсы, танго, строты, там, медленные, там, и все, и он, вот, вот, куда это, вот, я, я, я вам вывез, вот, у меня сохранение, это еще, да, это патефонное, граммофонное, я думаю, что, может быть, если будет в дальнейшем настроение и потребность, мы можем повторить вечерину с граммофоном снова, если наберется вот то, что послушать, потому что тогда все и под дождем не все, многие дошли уже практически, я же пригласил многих людей, известных, все, они дошли до подсада, и тут налетел шквал, ветер, шквал, и они в ужасе разбежались, там, остались самые стойкие. Я просто сейчас, да, уточнить и напомнить, может быть, молодому поколению хочу, для граммофона внешний источник питания не требуется, да, для того, чтобы он работает, да. Граммофон, это аппарат, который зарядится ручкой, у него есть большая труба, а патефон, это, ой, эмпатный граммофон, где труба, она сделана в виде улит и спрятана в чемоданчике, вот. Но тоже не требуется. По субботам, по выходным и воскресеньям играл джаз-бенд местный, в том числе и Соломон Борисович, Сахар, вот, и другие авторы, и одни тоже были танцы, люди ходили, и вот патефон стоял, и пластин, и приносили свои, и ставили там, видимо, и были из народа диджей, может, был какой-то формальный, но особенно ценились вот привезенные, трофейные с войны, это Петр Лещин, которого у нас не печатали в СССР, не было пластины до 90-х годов, тогда только на виниле выпустили еще вот что-то такое, те же вот буржуйские мелодии, которых у нас не было. И танцевали под патефон, даже в фотографии у меня есть эрдаты. У меня не покидает все-таки вот этот замысел о том, что нужно как-то тематические вечеринки устраивать. Здравствуйте, товарищи, сегодня слушаем музыку венгерской эстрады. Изобретатель граммофона Эмиль Берлинер, он долго подбирал материал, вот на чем делает пластинку, и зашел, даже у него было на фонографе Эдисона оловянный диск, потом даже воск какой-то замораживать надо было, даже твердый шоколад, вот, подарил приятелю пластинку, он ее послушал, ура, ура, понравилось, и Рузо там арию поет. Один раз прослушал, а потом уже чего, куда, и съел ее, вот, тоже на шоколаде у нас, я думаю, еще не печатали. Хотя у нас была, ну, это потом, после рекламы, я... У нас, к сожалению, минутка чуть больше остается, поэтому я предлагаю все-таки вернуться к организационным моментам, чтобы наш разговор, он был практически полезен для наших слушателей, и так, еще раз повторяем, что под четвергам отныне в Ботаническом саду... Пока лето. Пока лето у нас продолжается, планируется проведение вот таких музыкальных вечеров, где... Ниловые четверги с Евгением Петуниным. Дуниным на ближайшее, ну, видимо, на следующей неделе, да, если с погодой повезет, что будете подбирать, если вот конкретно следующий четверг уже анонсирует, понятия не имеют. Есть еще дни, есть еще дни, подумать. Нет, я принесу аппаратуру, вот я буду перебирать, я, во-первых, посмотрю, чтобы там хотя бы, это, дата выхода пластин, и потом я поперебираю все, что есть в наличии, вот, послушаю, может, мнение известных меломанов, с чего начать. Надо начинать с чего-то очень хорошего. Ну да, чтобы дать такой настрой, прям вот, чок. Может поэтапно, может с музыкой сортовых пятидесятых, может сразу, может без привязки вот к кому-то. А как понимать, будет вечер вот этот вот в ботаническом саду или нет? То есть это надо просто в сад уточниться позвонить? Ну вот с погодой, видите, у нас... На сайте, есть там группа ВКонтакте. Ну вот и да, группа ВКонтакте, да, и если напоминать уж номер телефона ботанического сада, то я могу это сделать, если позволите, 74-24-33. Я не только буду музыку, я расскажу про подпольную студию записи, которая тайком от ЭГБ работала в Кирове, об истории винила и об истории той пластинки, которую буду ставить. То есть немного позволю себе что-нибудь... Не только музыка, но и... Хронометраж каждого мероприятия. Час. Час. Где-то час. Спасибо большое. Ну а нет, если уж там все будет, и погода, и настроение соответствовать, и реакция аудитории, мне не жаль, я пока не выгонят до темноты. Хорошо, хорошо бы так. Спасибо. Евгений Питонин. Четверги, 6 часов, вот со следующего четверга, я думаю, что мы начнем уже. Следите за анонсами, в общем, да. Спасибо, Евгений Питонин, руководитель музея Вятского госуниверситета. Историк Рвет. Да, передача завершается наша. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова